Люди, даже те, кто искренне поддерживают войну, они, ну, не людоеды. Просто вот они, ну, простодушные. Просто им по телевизору рассказали, кто плохой. А если бы им по телевизору рассказывали что-нибудь человечное или хотя бы правдивое, ну, они бы, наверное, верили в это. Мне было страшновато вот решиться на этот разговор, на самом деле. Я не хочу уезжать. Я не должен уезжать. Я закончил Томский государственный университет. Получил кандидатскую степень по истории в 2014 году. Ну, по специальности работал сравнительно недолго. Сначала в научной библиотеке ТГУ, потом переехал в Петербург, работал там в российской национальной библиотеке. Потом как-то жизнь в мегаполисе меня утомила, я вернулся в Томск. Вот сменил тут много разных работ, в том числе довольно дурацких. Сейчас вот работаю в IT, назову это так. Я этот день помню очень хорошо. Я даже помню какой-то был день недели, четверг. В тот день как бы мне никуда не надо было идти. Я проснулся поздно. Вот. В таких случаях мой день начинается с того, что я вот залезаю в телефон, начинаю читать новости. Ну и в принципе, в общем-то, в первые минуты после пробуждения я уже все знал. Первой, единственной мыслью в первые минуты было «Прости, *** твою мать». Я прям помню, что я несколько раз эту фразу мысленно повторил. Потому что все это казалось каким-то полным безумием. И несмотря на то, что как бы тревожных звоночков было много в последние месяцы, я как-то до последнего не верил, что вот что-то подобное действительно начнется. Я думал, ну не будут же они, но вот оказалось, будут. И я, наверное, как и все, наивно как-то верил в какой-то конец истории и в то, что какая-то большая европейская война сейчас невозможна. Даже с точки зрения вот какой-то военно-патриотической логики, ну то есть начать войну с Украины, я не знаю там. Но можно было с тем же успехом, не знаю, начать войну с Псковской областью. Результаты этой войны, они абсолютно противоположны ее целям. А цели, кстати, тоже никто не может сформулировать нормально, потому что каждую неделю какое-нибудь официальное лицо Российской Федерации выступает, значит, с формулировкой целей военной операции. И она каждый раз разная. Лично в моей жизни прям так, ну событийно не изменилось ничего. Я могу плюс-минус там вести свою привычную жизнь, чем я и занимаюсь. И в принципе, как бы единственный способ выйти из этого шока, я для себя определил так. То есть, ну просто стараться заниматься своими привычными делами так, как будто вот ничего не происходит. Потому что конкретно в моей жизни пока ничего не произошло. Отдельным шоком, конечно, явилось то, что мои родственники это поддерживают. Первое время я пытался как бы как-то поспорить и что-то объяснить, но понял, что это невозможно, потому что их устами со мной разговаривает пропаганда. То есть, они просто мне, ну, пересказывают то, что им по телевизору рассказали. Я испытал из-за этого какую-то, ну, колоссальную злость. Но все-таки сейчас многие говорят, что вот в таких трагических событиях нужно, ну, наоборот, стараться не обрывать какие-то привычные социальные связи, даже если вот у вас разные взгляды. Потому что государству именно этого и нужно. Атомизировать людей, посеять между ними какую-то рознь. Ну вот, поэтому я принял решение в какой-то момент вообще с родственниками не разговаривать об этих вещах. После этого, ну, наши отношения складывались нормально. Моя мама недавно, например, отправила гуманитарную помощь в Донбасс. Ну, это в любом случае, как бы, хорошая инициатива. Я по этому поводу только маме сказал, ну, наверное, разумнее всего сейчас отправить в Мариуполь, потому что он сильнее всего пострадал от войны. Мама сказала, ну да, конечно, в Мариуполь. Я постараюсь, чтобы именно туда отправили. Там же все разбомбили. У человека есть какая-то базовая гуманистическая логика, но я не стал уточнять, а кто, по ее мнению, разбомбил Мариуполь. Потому что, ну, как бы, с вероятностью 99% я бы услышал, что это сделали, ну, так называемые нацисты. Я решил, что не буду я ничего спрашивать. Вот, как бы, окей, как бы, в любом случае мама сделала хорошее дело. Вот я из-за нее рад и из-за нее горд. Просто им по телевизору рассказали, кто плохой. А если бы им по телевизору рассказывали что-нибудь человечное или хотя бы правдивое, ну, они бы, наверное, верили в это. В конце концов, там, в 90-е годы, когда, там, политический мейнстрим был другим, все мои родственники были либералами. Вот, поэтому думаю, что люди даже, те, кто искренне поддерживают войну, они, ну, не людоеды. Просто вот, они, ну, простодушные. Я настаиваю на том, что если бы риторика была другая, большинство людей бы верило в это. И ответственность всегда больше, ну, ответственность элиты всегда больше, чем ответственность управляемых. И ответственность пропаганды, тех, кто в ней работает, в любом случае больше, чем ответственность людей, которые в эту пропаганду верят. Читаю новости постоянно, самые разные, в том числе я внимательно слежу и за российской пропагандой, ну, чтобы просто знать эту повестку. Буквально там вчера меня как-то затронуло. Ну, это, во-первых, новость о том, что в Мариуполе собираются на 9 мая провести бессмертный полк. Картина такая, как бы полностью разрушенный город, и по нему вот идет эта колонна, как бы кто в ней будет, чьи портреты они будут нести. Ну, какая-то абсолютно фантасмагорическая и, ну, страшная картина. То есть это как будто из какой-то антиутопии. И ты понимаешь, ну вот, ну, насколько на самом деле, наверное, хрупка твоя обычная повседневная городская жизнь, потому что в какой-то момент вот эти девятиэтажки, мимо которых ты там ходишь на работу, что-то еще делаешь, они могут превратиться вот в это. А ты в это время, ну, наверное, уже лежи в земле. А второе, что мне как-то запомнилось, я увидел какое-то видео с украинскими солдатами, они явно вот в какой-то плюс-минус мирной обстановке, и у украинского солдата на спине сидит котик. И они там, значит, на своем украинском языке над этим смеются. Я подумал, блин, вот показать что ли это моей маме, как бы, ну, вот посмотри, как выглядят вот эти ужасные злобные нацисты, как бы, вот посмотри, как они выглядят. Будет котик на спине у нациста сидеть? Мне кажется, нет. Я всегда как-то, может быть, чересчур оптимистично смотрю на вещи, но мне кажется, что даже несмотря на этот ужас, я думаю, что русские и украинцы когда-нибудь помирятся. Я думаю, что в перспективе, там, 50-100 лет это точно произойдет. Ну, я вообще никогда не думал о том, чтобы уезжать. Впервые я об этом задумался, когда начал готовиться к этому разговору. Если бы я там находился сейчас не в России, я бы мог высказываться открыто, и мне бы ничего за это не было. И я такой подумал, может, и правда в этом есть смысл. Тем не менее, до этого момента, да и, наверное, после я никуда не уеду. Сейчас будет, наверное, немного пафосно. Вот, но Россия это моя родина, другой у меня нет. Это моя страна, мой народ и мой язык. И по справедливости не я должен уехать. Уехать должен Путин и его шайка. Вот это было бы и справедливее, и для России полезнее. Но пока так. Я, конечно, понимаю, что я сейчас звучу как мальчик Бананан из фильма «Асса». Кончил он плохо, но вот мои мысли по этому поводу такие. Я не хочу уезжать. Я не должен уезжать. Могу себя назвать патриотом своего отечества. Как бы я желаю своей стране благополучия и себе как ее части, как части ее народа. И вот тут вопрос, как бы. Когда вот твоя страна, очевидно, оказалась на какой-то не той стороне и свернула куда-то не туда, как бы, что должен делать последовательный патриот? Мысль об этом я когда-то читал у Томаса Мана, который во время, ну, понятно, Второй мировой войны сформулировал это следующим образом. Как бы, вот я, ну, вот Томас Манн, нахожусь сейчас в той противоестественной ситуации, когда я вынужден желать своей стране военного поражения. Для меня эта мысль, она вот, ну, и была шокирующей, и является до сих пор. И я понимаю, что, ну, по сути, как бы, вот моя позиция, она сейчас вот такая. Победа в этой войне невозможна. Но даже если, как бы, какая-то военная победа случится, она будет хуже поражения. Потому что в случае поражения есть хотя бы какой-то шанс, что нынешнее, там, забытое уже слово, вертикаль власти, она рассыпется. И, может быть, есть хоть какой-то шанс, ну, на то, что что-то вменяемое на ее месте появится. В случае победы, ну, разумеется, как бы, этот режим только укрепится. Есть звоночки, которые меня пугают. Это вот какой-то, какие-то вот такие маленькие, отчасти даже смешные, но по существу страшные проявления фашизма. Вот в РНБ, в Российской национальной библиотеке, где я работал, ну, как бы, я зацепился за эту новость, потому что вот чуть-чуть знаковое для меня место. Отдел их культурных программ, значит, вывесил у них в главном здании портрет Лотмана. Ну, знаменитый филолог. Вот, некий безопасник это увидел, сорвал плакат и сказал, что вы тут каким-то национал-предательством занимаетесь. Когда его спросили, а что, собственно, не так в плакате с Лотманом, он спросил, какой Лотман? Я думал, это Марк Твен. А что не так с Марком Твеном? Ну, оказывается, вот в военное время нельзя вешать плакат с американским писателем. Это было бы смешно, если бы это вот не было страшно. И, опять-таки, эта история, она, ну, комическая, как бы, есть. И похуже историю. Мне было страшновато вот решиться на этот разговор, на самом деле. Ну, считаю это закономерными тяготами военного времени при жизни в диктатуре. Назовем это так. С начала войны я, ну, нигде не в своих соцсетях, нигде я никаких, там, антивоенных заявлений не делал. Чувствовал потребность высказаться, чтобы не быть, как вот этот знаменитый пастор из Германии, про которого есть вот известная фраза, значит, когда пришли за коммунистами, я молчал, я не был коммунистом. Когда пришли за евреями, я молчал, я не был евреем. Когда пришли за мной, возвысить голос было уже некому. Все, что происходило на протяжении долгого времени, это, ну, по сути, уничтожение всех институтов нормального здорового общества. То есть уничтожение СМИ, уничтожение какого-либо самоуправления, уничтожение, ну, политики, в конце концов. Я вот, ну, верю в то, что, как бы, демократия хороша хотя бы тем, что есть политическая конкуренция, что люди друг с другом за власть хотя бы борются, и уже это их, как бы, держит в тонусе и заставляет, ну, не быть совсем уж мразями. Диктатура разлагает общество, как бы, это именно тот строй, при котором лучше всего процветает коррупция, да и много других вещей. По большому счету, мне кажется, что сделать ничего нельзя. Ну, как бы, можно выйти на протест, можно, там, как-нибудь смело высказаться против войны. Я безумно уважаю людей, которые это делают, у которых на это есть смелость. Мы живем при автократии и, более того, ну, наверное, при диктатуре. Сейчас уже, наверное, даже ее вполне можно назвать, там, фашисткой. Раньше это, возможно, могло еще выглядеть как какое-то преувеличение или натяжка, сейчас это вот, ну, буквально так. Единственное, что сейчас можно делать, ну, это либо уезжать, как бы, если есть такое желание и возможность. И хотя бы там открыто высказываться. Ну, либо просто жить свою жизнь в надежде, что мы все это переживем. Мне стыдно, мне плохо, мне больно. Я понимаю, что это просто, ну, чудовищное преступление. Я просто поставила себя на место граждан Украины, которые живет, любят свою страну. Я не могу молчать больше. Я не могу держать это в себе. Это страшно, вот в это поверить, что наши солдаты убивают мирных людей. Как 24 февраля изменила жизнь россиян? Голоса против войны в новом проекте команды ТВ-2 очевидцы на Первом информационном.